Чтобы получить хороший урожай перцев, растения подкармливают на всех этапах вегетации. В качестве подкормки вносят минеральные удобрения и органику корневым или внекорневым способом. Дополнительные порции питательных веществ активизируют рост перечных кустов, улучшают вкус плодов и увеличивают их количество, продлевают период плодоношения. Благодаря своевременным подкормкам растения правильно развиваются, успешно сопротивляются заболеваниям. Народные средства. Народные средства всегда считались одними из наиболее эффективных подкормок при выращивании перца в открытом грунте. Такие вещества есть в каждом доме. Наиболее часто для подкормки перцев используют яичная скорлупа. Достаточно пары штук. Сырье нужно растереть в мелкий порошок и покрыть 2,5 литра холодной воды. Теперь трое суток емкость будет находиться в темном и холодном месте. Регулярно нужно перемешивать порошок 3-4 раза в день, затем настой пропускают через марлю. Стакан готового удобрения смешивают с 3 литров воды и поливают перец в открытом грунте. Чем подкормить перец для хорошего урожая? Большой урожай перца можно получить только при внесении своевременных хороших подкормок. Делать их можно самостоятельно или использовать покупные. Итак, чем подкормить перец? Многие огородники предпочитают использовать народные методы, затем настой пропускают через марлю. Стакан готового удобрения смешивают с 3 литров воды и поливают перец в открытом грунте. Чем подкормить перец для хорошего урожая? Большой урожай перца можно получить только при внесении своевременных хороших подкормок. Делать их можно самостоятельно или использовать покупные. Итак, чем подкормить перец? Многие огородники предпочитают использовать народные методы. Кожура 2-3 бананов измельчается и настаивается в воде 3 дня. После этого настой процеживают и поливают перцы. Банановая кожура содержит много калия, поэтому крайне необходимо весной, в период роста растения и во время плодоношения, чтобы перец был красивым, ровным, насыщенного цвета. Луковая шелуха. Благотворно влияет на плодородность грунта. Кожуру нужно прокипятить около получаса. Остывшую жидкость пропустить через несколько слоев марли или бинта и дать настояться. Такая подкормка ускорит рост кустов в открытом грунте и надежно защитит от нашествия вредителей.